Великолепная красота природы открывается перед всеми гостями Греции. У нее есть теплое море и чудесные окрестности, величественные горы, невероятные скалы и зеленые оливковые рощи. Самым большим богатством этой страны являются старинные православные святыни, ради которых приезжают христиане со всего света. Здесь можно увидеть огромные по своим размерам и наполнению монастыри, прекрасные храмы и маленькие часовни. Одни находятся в населенных пунктах, а к другим нужно взбираться на крутые горы. Гора Олимп в Греции многообразие святых мест в Греции не позволяет посетить их все за одну поездку. Здесь находятся древнейшие святыни, которые ведут свою историю со времен первых христианских апостолов. В стране есть храмы, построенные в византийский период, в эпоху, которая считается рассветом христианства. Паромы в Греции храмы и монастыри – это те достопримечательности Греции, которые стремятся посетить большинство туристов. Греция – православная страна. Она крайне религиозна, 98% населения причисляют себя к христианам. Поэтому и монастырей здесь великое множество. И все они разные, от грандиозных сооружений, где прибывают несколько тысяч монахов, до маленьких, но не менее прекрасных. Мегаспелеон. За свою долгую историю монастырь Мегаспелеон пережил много потрясений. Он был духовным центром в эпоху Византийской империи, укрытием во времена Османского ига, важным очагом борьбы в период греческого восстания и несколько раз подвергался атакам со стороны турок, но так ни разу и не был взят до 1830 года, когда Греция обрела независимость. На сегодняшний день монастырь Мегаспелеон в Греции остается важным духовным центром. К нему съезжаются паломники со всего света не только поклониться святыням, но и увидеть уникальную обитель, врезанную в отвесный утес. Дополнительная информация. Добраться до монастыря можно из Калавриты, откуда по несколько раз в день ходят поезда. Время в пути составит 25 минут, но последний отрезок маршрута длиной в 2,3 километра придется пройти пешком, так как он достаточно крутой. Анастасии Узарешительницы. На севере Греции расположен монастырь Святой Анастасии Узарешительницы. В 304 году на долю Святой Анастасии выпало множество испытаний и пыток, которые она переносила с невероятной стойкостью. За это терпение и силу церковь именовала ее великомученицы, а Узарешительницы, ее зовут за способность исцелять тяжелые болезни. Практически с самого начала его истории это место превратилось в один из почитаемых царских монастырей Востока. Дополнительная информация. Монастырь Анастасии Узарешительницы в Греции находится в горной местности, к которой ведет серпантинная дорога. Добраться до него можно на автобусе из Фессалоник или из курортов полуострова Халкидики. Одним из самых почитаемых святых мест в мире является Святая гора Афон. В этом месте хранится множество чудотворных икон и мощей православных святых. Однако вход туда позволен только мужчинам, и то по специальным разрешениям. Отдых в Греции доехать до Святой горы непросто. От Москвы на самолеты можно добраться до города Фессалоники, а затем до города Уронополис. Там каждое утро уходит паром, который движется вдоль всего полуострова Афон и останавливается вблизи монастырей. Монастырь в Суроте имени Иоанна Богослова называют «женским Афоном». Монахини живут здесь в строгости и уединении. Большую часть года монастырь закрыт для посещения. Парящие в воздухе монастырские постройки, которые в Греции называют метеорами, построены на отвесных скалах в XIV веке и не имеют подъезда с земли. Это место является символом воспарения монашеской жизни над мирскими страстями. Дополнительная информация. Добраться к метеорам можно от ближайшего города Коломбака на автобусе, такси, личном авто или вовсе пешком. Дорога составит всего 5 километров, но так как она идет в гору, неподготовленному туристу прогулка не принесет удовольствия. Греческий город Солоники имеет сразу несколько значимых мест для паломников – это базилика великомученика Дмитрия Солунского, а также митрополитчий собор, в котором хранятся мощи одного из величайших отцов церкви – святителя Григория Паломы. В одном из красивейших городов Греции – Керкери, в гуще узких улочек располагается храм святителя Спиридона Тримефундского. Настенная живопись в нем напоминает итальянские фрески, а в интерьере чувствуется присутствие Венеции. В монастырь Богоматери Цамбики на острове Родос каждый год съезжаются тысячи женщин, желающих забеременеть. Икона Пресвятой Богородицы покровительствует всем семьям и помогает избавиться от бесплодия. Великолепные места, достойные посещения также находятся в Спарте, где находится одна их наиболее известных святынь Греции – икона Божьей Матери, живоносный источник, и на острове Крит, где располагается монастырь Пангиаполеани, а также в самом известном символе Греции – Афинах. У христиан паломничество по святым местам всегда считалось очень почитаемой традицией. Верующие посещали монастыри, чтобы поклониться святыням, почтить память предков или получить благословление. Сегодня эта традиция не утратила своей силы, и большое количество русских верующих стремятся, путешествуя, посетить святыни Греции и прикоснуться к монастырской жизни. Паломнические поездки в Грецию из Москвы с заездом в баре. Паломничество в Грецию – это возможность увидеть и прикоснуться к прекрасным сокровищам духовной жизни. Важно, чтобы отправиться в путешествие, необходимо решить документальный вопрос оформления шенгенской визы. Заявитель на получение должен лично явиться в консульство Греции для сдачи биометрических данных. Собираясь в поездку, следует подобрать для себя наиболее интересный маршрут. Помимо греческих монастырей, большой интерес у туристов вызывает город Бари в Италии, где находится православный храм-подворье, в котором хранятся мощи Николая Чудотворца. Для того, чтобы посетить еще и это святое место, можно выбрать специальный тур. Паломническая поездка в святыни Греции, Бари, и круизом вдоль Афона. Продолжительность экскурсии – 8 дней. За это время удастся посетить город Салоники с его великолепными храмами, проплыть вокруг единственного в мире монашеского мужского государства – Афон, отправиться на метеоры, острова Корфу, а также добраться до Италии, города Бари. В стоимость тура входит проживание, завтраки, ужины, экскурсии, страховка, трансферы и авиабилеты – 77 500 рублей. Звездочка – паломническая поездка в святыни Греции и город Бари в Италии. Продолжительность экскурсии также 8 дней. В программе посещение церквей в Греции, сначала в Салонике, затем в городе Верия, поездка в метеоры, остров Корфу, Эвия, Патры и итальянский Бари. В стоимость – 74 500 Р. Звездочка – входит заселение в отели, завтраки, ужины, экскурсии, трансфер и авиабилеты. Паломническая поездка на праздник к святителю Николаю. Это наиболее недорогой тур – 72 500 рублей. Звездочка – программа начинается с прилета в Салонике, посещения храма СВ. Димитрия, Метеоров, Белого города, Альберобилла, праздничной литургии в Базилике СВ. Николая, А также самого Большого православного храма СВ. Андрея Первозванного. В стоимость входят те же услуги, что и в предыдущих вариантах. Постоянные гости Греции дают следующие советы новичкам – резервация демонитириона жителям любой страны, помимо Греции, происходит за 6 месяцев до даты посещения. Совершать паломничество можно как группой, так и индивидуально. Однако для некоторых переходов, например к Святой Горе, лучше найти попутчиков, так как в этой местности есть опасные места и риск заблудиться. Существует правило относительно внешнего вида – нельзя носить шорты, сережки и яркую одежду. Лучше отдать предпочтение рубашке, а на ноги надеть сандалии или кроссовки для преодоления расстояний. Иконы и открытки лучше покупать в монастырях, там они дешевле. Греки, работающие в сфере туризма, в отелях, ресторанах, хорошо понимают английский язык. Однако узнать дорогу будет проблематично. Паломнические поездки в Грецию – это не просто отдых для души. Большое количество верующих ежегодно приезжает туда не только для того, чтобы начали исполняться желания, об этом здесь часто просят, и помолиться за близких людей, но и чтобы трудиться, помогать во благо монастыря. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.